Всем привет, я Анна Оськина и в этом видео покажу, как сделать яркое и летнее печенье макарон арбуз. Ставь лайк, если тебе нравятся мои видео и подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Ну а мы начинаем. В работе я буду использовать 4 цвета полимерной глины фима. И сначала я смешиваю 2 цвета для корочки арбузика. Один цвет потемнее, а другой посветлее. В кусочек зеленого цвета я добавляю немножко черного и у меня получится более темный зеленый оттенок. А более светлый оттенок я смешиваю, добавляю в белый немножко зеленого. В результате у меня получается 2 оттенка, темно-зеленый и светло-зеленый цвета. Приступаю к составлению колбаски. Приступаю к составлению рисунка. Катаю колбаску черного цвета. Отрезаю небольшой кусочек и расплющиваю его в капельку. Нужно чтобы форма капельки была сбоку этой колбаски. Теперь раскатываю красный цвет толщиной примерно 3 миллиметра. И заворачиваю мою капельку в красный цвет. У меня получается черная капелька, а вокруг нее красная капелька. И заворачиваю эту капельку еще раз в один слой красного цвета. Теперь ее необходимо немного растянуть, чтобы она стала более длинной. Растягиваю я ее в руках, постепенно надавливая от центра к краю. От центра к краю у меня получается длинная колбаска. Удобнее всего ее растянуть до 16 сантиметров, а затем нарезать на 8 равных частей. Нарезаю на 8 частей по 2 сантиметра каждый. И складываю из них две половинки по 4 части. В центр арбузика можно поместить колбаску красного цвета, чтобы там не было дырочки при ужатии. И сверху я оборачиваю еще одним слоем красного цвета. В результате у меня получается рисунок серединки арбуза. Эту красную мякоть я заворачиваю в светло-зеленый цвет. Толщиной где-то 2-3 миллиметра. Ну а сверху я оборачиваю эту колбаску в слой темно-зеленого цвета. Это уже цвет кожуры внешней стороны арбуза. У меня получается вот такая вот плотненькая кругленькая колбаска, которую также нужно вытянуть, растянуть, ужать, чтобы она стала длинненькая. И на каждом срезе этой колбаски будет рисунок арбуза. При вытягивании я нажимаю на центр этой колбаски. Здесь необходимо следить, чтобы по бокам рисунок также не уплывал. Чтобы красный не уезжал сильно внутрь, чтобы зеленый сильно не растягивался. Вытягивать необходимо весь рисунок по всей его длине. И вот так вот постепенно-постепенно я его вытягиваю, вытягиваю. И вытягиваю до тех пор, пока диаметр этой колбаски не будет примерно 1 сантиметр. Такого размера я хочу делать мои маленькие летние печеньки. Когда я достигла подходящего для меня размера, делю колбаску пополам, смотрю что же там внутри. Ну а внутри рисунок арбуза, который я и хотела сделать. Итак, беру одну из половины колбаски. И от этой колбаски я нарезаю много одинаковых частей. Толщина этих частей примерно 2-3 мм. Это будет высота моего печенья. То есть если вы хотите сделать печенье более высокое, пышное, то отрезайте потолще. Если более плоское, то отрезайте потоньше. Все части нарезанные я аккуратно раскладываю на стекло. То есть на ту поверхность, к которой эти части прилипнут. И раскладываю их на расстоянии где-то сантиметр-полтора друг от друга. Чтобы они не вплотную были прижаты друг к другу. Раскладываю все детали, которые я нарезала. Помните, что на одно печенье необходимо две половинки. Поэтому деталей должно быть четное количество. Беру кусочек пищевой пленки. Накладываю сверху на эти детали. И теперь я их немножечко разглаживаю. Нужно, чтобы все эти части были полукруглые. Как половинки печенья макарон. Через пленку я не буду оставлять лишних отпечатков пальцев. И все мои печеньки останутся гладкими. Это очень удобно. Поэтому прямо через пленку все мои печеньки я разглаживаю, приглаживаю. И убираю все эти острые края, которые торчат со всех сторон. Когда я разгладила все половинки, аккуратно убираю пищевую пленку. И теперь приступаю к обработке края. Все печеньки у меня красивые, округлые. Как самое настоящее печенье макарон. И край юбочку я делаю острым кончиком ножа. Я просто взрыхляю самый-самый краешек, который стоит около стекла. Около поверхности, на которую я наклеила все мои эти половинки. Таким образом я обрабатываю все-все-все детали. И после этого отправляю их запекаться на 20 минут при температуре 120 градусов. После запекания аккуратно снимаю все детали со стекла. Они могут к стеклу прилипать, поэтому я использую тонкое лезвие. И я предложу два варианта создания серединки. Для двух вариантов мне понадобится четыре половинки арбузных макаронов. Каждую из половинок я смазываю FIMO гелем. Чтобы незапеченная полимерная глина хорошо склеила эти две половинки. Излишки геля можно убрать кисточкой. Беру кусочек белого цвета, катаю его в шарик. Чуть-чуть расплющиваю, кладу на одну половинку. Прикрываю второй половинкой, еще чуть надавливаю. Вот у меня первая начинка. Это просто обычная плоская белая начинка. И очень красиво смотрится. Второй вариант начинки это использование молда в форме крема. Я помещаю полимерную глину в этот молд. Излишки удаляю, срезаю. Достаю крем из формочки. Чуть расплющиваю на рабочей поверхности. Кладу на одну половинку. Прикрываю второй половинкой. Надавливаю и у меня получается уже серединка в форме вот такого вот крема. Также смотрится очень симпатично. Вы можете выбрать любой из этих двух вариантов. Я решила сделать при помощи формочки в виде крема. Чтобы все у меня макарончики получились такие пышненькие. С большим слоем крема. Отправляю их запекаться на 30 минут при температуре 120 градусов. После запекания печенье полностью готово. Но я решила сделать для них тарелочку, чтобы композиция смотрелась законченной. Для тарелочки я использую вот такую вот формочку для создания рамок для бижутерии. Помещаю в эту форму полимерную глину. Излишки срезаю, удаляю. Разглаживаю, разравниваю. Отправляю запекаться. И после запекания у меня будет красивая новенькая тарелочка белого цвета. Которая красиво будет смотреться с этими моими летними печеньками. В результате у меня получается вот такой вот яркий летний и аппетитный набор печенья макарон в виде арбуза. Этот комплект будет очень здорово смотреться на летнем кукольном столе. И из одной небольшой арбузной колбаски можно сделать огромное количество этого печенья. Ставь лайк, если тебе понравилась эта идея. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. А я желаю вам творческих успехов, вдохновения и самого классного настроения. До новой встречи в моем новом видео.